Hi everyone! Здравствуйте, пятый класс! Сегодня мы с вами будем продолжать тему, которую начали на прошлом уроке. Это Past Simple, прошедшее время. Посмотрите внимательно на картинку, узнали, кто это. Сегодня мы с вами также будем говорить об Абайе Кунанбаеве. Итак, давайте с вами начнем с повторения. Слушайте внимательно, вспоминайте и запоминайте. На прошлом уроке мы с вами посмотрели в табличке, где у нас находится прошедшее время. В самом низу. Вопросы, утвердительные предложения, отрицательные предложения. Итак, давайте с вами вспомним, как же образуются утвердительные предложения в английском языке. Итак, прошедшее время утверждения. Смотрим вот сюда. I loved, например, я любил. I played tennis. Я играл в теннис. И так далее. Следующее. Did you love English? Тебе нравился английский в прошлом? Или, например, did you do homework? Ты делал домашнюю работу? Yesterday, например, вчера. Это вопрос. Отрицание. Например, я не делал домашнюю работу вчера. I didn't do homework. Я вчера не делал домашнюю работу. Но мы с вами с прошлого урока помним, что есть не только правильные глаголы, которые мы добавляем в окончании иди в утвердительных предложениях. Есть еще и неправильные глаголы. И вот сегодня я вам скину целый список большой неправильных глаголов. И вы их посмотрите. И поработаете с этим списком. Итак, здесь у вас в этом списке есть три формы глагола. И инфинитив, то есть это present simple, настоящее время, которое мы с вами изучали. И past simple, второй столбик. Третий вам пока не нужен. В четвертом записан перевод. Помните, мы с вами изучали глагол to be. Вот он, глагол be. Быть, являться, находиться. И вот в прошедшем времени он будет звучать как was в первом лице, в третьем лице. А во множественном числе он будет were звучать. Ну, давайте сейчас с вами попробуем поработать. Вам нужны будут все эти таблички и три формы глаголов тоже. Итак, начнем со второго задания. Сегодня у вас будет только второе и третье задания. Во втором задании вам нужно написать прошедшую форму этих глаголов. Ну, не только написать ее, но и написать еще и перевод. Например, be born. Be это быть, являться, находиться. А born это родиться. То есть у вас должно получиться в прошедшем времени был рожден. Словосочетание. И вот вам нужно из be быть в настоящее время сделать прошедшую форму. Born останется неизменным. Смотрим сюда. Be. Так как у нас будет первое лицо, то мы будем брать was. И сюда запишем was born. И напишем перевод. Был рожден. Дальше. Ну, вообще, сегодня мы будем говорить про Абай Кунанбаева. И потом давайте сразу же в третьем лице будем переводить эти словосочетания. Следующее. Go to school. Как вы знаете, go это ходить. To school. В школу. To school остается у нас неизменным. А вот глагол go мы должны поставить в прошедшее время, чтобы получить словосочетание ходил в школу. Например, как вы это делаете? Опять открываем табличку неправильных глаголов, где у нас три формы глагола записаны. Вам нужен второй столбик. В первом ищите глагол go. Спускаетесь ниже до буковки G. Где у нас буковка G? Пропустил я ее, да? Вот, go. И вторая форма в прошедшее время, pass simple, у вас будет went. Ходил. Go. Ходить. Идти, двигаться. Went. Ходил. Итак, смотрим нашу книжку. Например, Абай Кунанбаев ходил в школу. В прошедшем времени предложение. Абай Кунанбаев went to school. Вместо go записывайте слово went. Вот таким образом, ребят, вы должны работать вот с этой вот табличкой, научиться. Впоследствии вы запомните эти неправильные глаголы и будете знать их наизусть. Но обязательно обращаемся туда. Следующее. Если у вас в табличке не встретится этот глагол, например, глагол start, его там нет. Почему? Потому что это правильный глагол. Запомните, если в табличке этого глагола нет, значит он правильный. А значит мы возвращаемся к правилу и добавляем к нему окончание ed, чтобы составить утвердительное предложение в прошедшем времени. Что у нас получится? Например, I loved, я любил. Или Абай Кунанбаев, he loved, он любил. То есть вместо love мы ставим сюда глагол start. He started, he started, и читаем, что там, a job. Он начал свою работу где-то в прошлом, да? He started a job. То есть пишите сюда started a job, начал работу. И таким образом, ребята, вы запишите прошедшие формы всех этих глаголов, словосочетаний, и переведете их тут же рядом, напишите перевод. Это будет первое задание. Я надеюсь, вам понятно, что если глагола в табличке этой нет, неправильных глаголов, значит он правильный, и вы добавляете по правилу окончания ed. Если у вас есть здесь глагол, вы берете со второго столбика форму past simple, и записываете его сюда. Обратите внимание, что помимо глаголов здесь еще и существительный, например, school или предлог. Их не нужно искать в табличке. Вы ищите только глаголы. Be, go, get, start, retire, die, graduate. Все. Дальше. Я надеюсь, вам понятно, что нужно сделать во втором задании. Отнеситесь к этому очень серьезно. Ребята, это очень важная и нужная тема, которую вы не должны освоить. Дальше. What do you know about Abai Kunanbaewe? Что вы знаете об Abai Kunanbaewe? И здесь у нас есть аудио, которое я вам скину под номером 245. Ваша задача прослушать это аудио и постараться ответить на вопросы. Причем ответить большинство вопросов будет в прошедшем времени. Например, who was Abai Kunanbaewe? Вы знаете, что was это глагол be. В прошедшем времени возвращаемся. Смотрите, was. То есть переводится, как если be, быть, являться, находиться. То это значит, был переводится. Кем был Abai Kunanbaewe? И вы, прослушав аудио, ответите на этот вопрос. Хотя вы и без аудио на него можете ответить. Например, вы записываете предложение. Начинаете с подлежащего. Abai Kunanbaewe. Потом пишите was. Был. Ставите глагол на второе место. И записываете, кем он был. Например, the famous Kazakh writer. Знаменитый казахский писатель. Ну, прослушайте аудио и запишите. Ну, либо сами. Дальше. When he was born. Когда он был рожден. Или родился. Вы записываете ответ так. Начинаете опять с подлежащего. He. Потом пишите, как вы здесь вот писали. was born. Он родился. И напишите, в каком году он родился. Следующее. Where was he from? Откуда он был родом? He. Пишите. Он. Was. Был. From. Из. И напишите. Страну. Дальше. What does abai mean in English? Что значит abai? Слово abai по-английски. То есть, значение нужно будет написать, прослушать, услышать. Что значит. Возможно, вы даже знаете, что это значит. Перевести это значение на английский язык. И записать. Abai. Пишите. Means. Обозначает. Почему окончание s? Потому что это уже у нас настоящее время. Потому что сейчас это имя обозначает. Поэтому мы возвращаемся в present simple. И знаем, что окончание s добавляем в третьем лице. Abai. Это имя. Вместо имени it может подойти. То есть. Means. Добавляйте окончание s. И пишите, что оно обозначает. Дальше. What is he famous? Why is he famous? Почему он известен? Также пишите ответ. He is famous for. И пишите, чем он известен. How many children did he have? Сколько детей у него было? А вот здесь уже вопрос прошедшего времени. И обратите внимание. У вас есть глагол have. Вам нужно написать. У него было. То есть по-английски это будет звучать, как он имел. Вот у вас глагол have. Иметь. Ищите его. Вторую форму. Давайте с вами попробуем вместе найти. Have. Вот. И прошедшая форма будет head. Have. Иметь. Обладать. Head. Имел. И записывайте. Abai. Head. Или he. Head. И напишите, сколько детей у него было. В общем, вот таким вот образом, ребят, ваша задача ответить на вопросы. Постараться, подумать и правильно. Где в прошедшем времени, там в прошедшем времени написать. Некоторые из них вот в настоящем времени будут дать вопросы. Например, 4-5 в настоящем времени. И услышать, конечно же, постараться информацию из этого аудио. Но если чего-то не услышали, можете сами догадаться. Про Abai Kunenbaeva все-таки знаете, конечно же. Итак, ну все, ребята. Я пояснил. Надеюсь, вы поняли. Второе задание. Пишем обязательно число темы урока, пропустив две строки. Здесь пишем прошедшее время этих словосочетаний, глаголов. И перевод пишем здесь вот рядом. Либо ниже. Следующее, третье задание. Пишите ответы на вопросы. А я посмотрю, что у вас получилось. И поставлю вам за это баллы. Все, ребята. Good luck. Тема сложная, но нужная. Вникайте. Всем удачи. Жду ваших работ. Goodbye. Goodbye.